Здравствуйте, друзья! У нас сегодня есть интересная хохмочка, ну, факты, факты есть, к вопросу о роли образования в современном мире. Что произошло? Опубликованы результаты исследования, который проводился в Джорджтаунском университете. Это очень авторитетный исследовательский центр. Это так не фухры-мухры. И там есть центр по исследованиям в образовании. И вот этот центр смотрел на то, куда уходят новые работы, новые рабочие места, создаваемые в процессе восстановления экономики после кризиса 2007 года. И они смотрят вот с 2007 до настоящего дня, ну, почти 10 лет, 9 лет. Они смотрят на этот период времени. И мы видим, как количество новых работ сокращается между 2007 и 2010. А вот с 2010 начинается такое явное восстановление. Разные кривули идут вверх. Какие кривули? Значит, работы, новые рабочие места, которые занимаются людьми с образованием high school, то есть со средним таким образованием. Дальше есть отдельно кривуля на людей с associate degree. Ну, вот как среднее специальное такое, техникум как бы. И дальше бакалавры с мастерами. Отдельно две кривые. Значит, что получилось? Если посмотреть на рабочие места, созданные, начиная с 2010 года, то из 11,5 миллионов новых рабочих мест, только 80 тысяч, то есть вообще ничто, ушло к людям, у которых образование high school. Значит, все остальное ушло к людям, у которых есть, начиная вот от сам колледж и выше. Сам колледж, это он, допустим, закончил high school, пошел учиться там в сити колледж, комьюнити колледж. Ну, что-то. Ну, вот как бы следующий шаг. Он, может быть, недоучился до какой-то там, я не знаю, associate degree. Но, во всяком случае, вот он там учится. General education, может быть, какой-то получает. То есть, речь идет о том, что упало количество рабочих мест, занимаемых людьми, у которых, кроме high school, ничего больше нет. Это все равно очень большая ниша на рынке труда. То есть, есть много работ в таком манифектуринге, я не знаю, там, в магазине, на стройке и так далее. Безусловно, этих людей еще очень много. Но, вот только-только, вот буквально на днях, статистически, у нас в Соединенных Штатах количество людей с каким-то колледж-дегри, сам колледж-дегри и больше, да, количество занятых превысило количество людей, у которых, кроме high school, нет ничего. То есть, это все равно половина страны. Но, когда мы говорим про новые рабочие места, новые, то, значит, тенденция абсолютно четкая, ясная, и там никаких, там двух мнений нет. Речь не шла о разбиении по разным профессиям, там, индустриям и так далее. Этого там нету. Более того, мне, например, было интересно посмотреть, есть ли какое-то преимущество вот у Мастер-дегри по сравнению, например, с Бакалавром. И фактически никакой разницы там нет. Там такие две линии идут, они так переплетаются. Вы можете сходить на Бломберг, это дело нехитрое, вот можете прямо сейчас пойти и сами посмотреть, значит, на картинку. Но, во всяком случае, вот этой разницы нету. И, в принципе, когда люди, когда в стране рецессия, ну, какие-то вот экономические там всякие проблемы, то, поскольку с работой сложнее становится, то очень многие люди, которые раньше не учились, в силу разных причин не учились, может быть, они не учились, потому что, ну, как-то работы было много, они не могли совмещать с учебой. Или, скажем, мотивации такой не было, вроде нормально зарабатываешь, что там учиться. Вот, а тут вот начинаются проблемы, и ты понимаешь, что надо идти учиться. То есть я никаких секретных данных сейчас не раскрыл из этого исследования. Там просто цифры показали, а так как вектор, как тенденция, это было понятно и раньше. Вот, поэтому люди идут учиться. Таким образом, у нас сегодня в экономику поступает очень большое количество людей, учащихся в колледжах, в сети колледжах, в университетах, на бакалавра, на мастера, на PHD и так далее. То есть, как бы поставка на рынок труда людей с образованием, да, маховик этот раскручивается. И общая тенденция такая, что, в общем-то, предпочитают людей с образованием даже, может быть, на работу, которая попроще. Я вспоминаю, как много лет назад я работал там в системе профтехобразования, но это был не такой, мы методы обучения разрабатывали, быстрого обучения. Но мне приходилось вникать, как бы, в индустрию. И я помню, очень интересный разговор, там мы на заводе Красный Пролетарий, там делали какую-то методику обучения для роботов, станков с ЧПУ, там был такой у нас заказ. И вот там ребята мне объясняли, они говорят, понимаешь, что происходит? Раньше очень мощной была система обучения на производство. Вот приходит паренек там из школы или там после восьмого класса даже, пришел на завод. Ну там он немножко там, поучили его, дали ему первый разряд, ну и там стоит с напильником, опиливает. Потом еще немножко поучился, дали второй, потом еще поучился третий. И так вот он вырос от напильника до там седьмого, там шестого разряда. А тут, значит, что получается, робот или там станок ЧПУ и к нему робот, который там заготовки, например, вставляет и детальки готовы убирает, корзинку складывает. Значит, получается такая история, что к нему нельзя подпускать человека, к агрегат к этому, меньше четвертого разряда. А где же он четвертый разряд приобретет, если он как бы вот с напильником-то, это же ему не поможет с роботом работать? Ну я так, вот верю. Поэтому, значит, что получается? Вот, говорит, поэтому нужна система профтехучилищ, а когда-то это были ФСУ, а сейчас там, я не знаю, как их называют, колледжи, может быть, какие-нибудь профессиональные. Дело не в этом. Но дело в том, что все больше и больше, вот если мы говорим о рабочих местах, все больше и больше появляется рабочих мест, к которым нельзя подойти без того, чтобы пройти какую-то профессиональную подготовку. Не обязательно бакалавра там, или мастера, не дай бог. Но тем не менее. Поэтому я почему хотел вам рассказать это все? Потому что у нас постоянно ребята вопросы задают. Единственное, что у нас, когда говорят про образование, то там присутствуют зачастую компоненты иммиграционные. Когда говорят, а вот нужно ли мне там для профессиональной иммиграции получать мастера или бакалавра, может быть, достаточно техникум. Вот у меня там есть ПТУ, и там три года работают, там я не знаю что. И вот как бы есть иммиграционный аспект для визы. Но молодые ребята, я думаю, и даже те, которые не имеют иммиграционных намерений, такое ощущение, что солнце светит там в камеру, даже те, которые не имеют иммиграционных намерений, могли бы задуматься на тему о том, как им жить дальше. То есть о ценности образования. Потому что всегда есть люди вокруг, которые говорят, «Ой, оно тебе надо, а мы вот и без этого прекрасно обходимся». Значит, вы тоже можете говорить, что прекрасно обходитесь. То есть говорить может каждый. А вот насчет того, что дальше будет. Ну, я как человек старой школы, я за то, чтобы люди учились. Особенно хорошо учились. Мало так в классе отсидеть, штаны протирать-то. Надо хорошо учиться. Так, солнышко опять нам пришло. Как ни крути, друзья, всюду солнышко. Меняем дислокацию. Так, значит, поэтому я как бы и вот в той жизни, которая современная, постоянно натыкаюсь на подтверждение того, что учиться надо. Скажу вам другую вещь. Я вспоминаю рецессию 2000-го, 2001-го, 2002-го года, когда интернет-бум обвалился. И вот представьте себе Кремниевую долину. Из нее десятками тысяч уезжают ребята, которые тут были по H1B. В основном из Индии, конечно, но из разных стран, потому что работы больше нет. остаются местные. А среди местных, в отличие от H1B, среди местных полно народу, которые образования особого и не имеют. Потому что, во всяком случае, в компьютерных делах не имеют. И работодатель, как только у него появляется рынок, где можно выбирать, работодатель сразу хочет людей более образованных. Ну, надо же как-то выбрать. Они говорят, давай там вот мастер дегри. И вдруг я смотрю, вся индустрия, ну, ребята вот, которые вокруг, все рванули получать, кто бакалавр, кто мастер, у кого был бакалавр, пошли получать мастера, у кого не было бакалавра, пошли получать бакалавра. Как интересно. Вот. Поэтому, если ты хочешь и в солнечный день, и в дождливый, да, чувствовать себя хорошо, значит, учись на здоровье. Учись. Да. Такое вот у меня наблюдение, соображение для... В основном для молодежи нашей, для людей постарше, как бы. Я думаю, они и сами там сориентируются, но молодняк зачастую так дезориентирован самыми разными какими-то источниками информации, поэтому я вот хотел привлечь ваше внимание к этому делу. Счастливо!